Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! У нас вторник, мы с Мироном едем в садик. Мы такие люди, которые умеют превосходиться. А что здесь есть? В мусорику, в бассейнах, в язве. Давай, как будто мы умеем трансформироваться, давай. Давай. Даже в кусты давай. Давай. Нам понравилось ездить на моем велосипеде вдвоем. Мирону огурчик, нектарин с собой, и мы поехали. Сейчас наслаждаюсь последними вот этими деньками, когда тепло еще с утра. Сегодня у нас 22 градуса, хорошо. А то потом наступит осень, и очень долго будет холодно. Все дети кашляют, соплями. Пришел сентябрь, Мирон тоже покашливает еще. Мирончик в садике, пока никого нет из друзей. Воспитательница его сразу взяла с собой, они начали там пазлы собирать. Я так ей благодарна. Мирон очень легко идет на контакт, он с радостью откликается. Она взяла его на ручки, и они начали собирать пазлы. А у меня чуть ли слезы не потекли. Я вчера открыла портал в информационное поле по поводу того, как нам научить Мирона немецкому языку. Очень много информации собрала. Я и в мамочкиной группе написала объявление, и в нашей местной группе на фейсбуке русскоязычный, в Уперталь. И так спрашивала по знакомым, записывала голосовые сообщения. Просто посылала максимальный запрос. Очень много обратной связи получила. Кто-то порекомендовал в Красный Крест пойти, что у них там тоже какие-то группы организовываются, где дети общаются на немецком языке с воспитателем. Одна женщина на фейсбуке написала, что её ребёнок тоже в 5 лет вообще не говорил по-немецки, а в 6,5 лет он уже и читал, и писал, и говорил по-немецки. Потому что с 5 лет открывается большой потенциал у ребёнка к обучению, и как раз вот этот год он очень много значит. Я, конечно, не планирую опускать руки и ничего не делать. Мы хотим дать мягкий старт Мирону и где-то найти какую-то программу или курс. Везде будем ходить, где только сможем, на любые группы на немецком языке. В Уни Джуниор будем ходить, ещё, может быть, что-то найдём. Может быть, какого-то репетитора найдём. В детском саду тоже обязательно спросим, что можно с этим сделать. Этот год мы посвятим немецкому языку. Дома тоже будем стараться говорить на немецком и какие-то упражнения делать, чем-то заниматься на немецком языке. Самое главное, когда ты об этом рассказываешь, ты просто понимаешь, что ты такой не один, что многие через это проходили, и что вот, да, у нас такой путь, у каждого свой путь. Самое главное, что Мирон открыт. Он с большим удовольствием идёт на любое обучение, даже там, где только по-немецки говорят. Ему это всё равно интересно. И это очень сильно греет душу, что перспектива есть. Я приехала в Росман за своим подарком. Такие машинки красивые за 6 евро. У меня герпес вылез на губе как раз. Смотрите, что я нашла. Оказывается, какая-то такая штучка. Она прогревает или что она делает. Надо почитать. Но специально для герпеса. Я сегодня хлеб не испекла, поэтому взяла на закваске вот такой, цельнозерновой, с семечками. Мне губки для посуды нужны. И вот эта маска вчера мне попалась в подарок. 2 евро 30 центов я потратила на эти покупки. И в подарок ещё у меня лак или пенка теперь. На этой неделе я Мирона отвожу. Могу каждый день заезжать, забирать подарки. Росман у меня по пути. И до конца сентября и в ДМ, и в Росман при покупке от 1 евро вы получаете подарок. Всё, меня эта тема не отпускает. Я просто думаю о том, что был бы у Мирона хоть один друг, который говорит по-немецки, он бы уже говорил по-немецки. Потому что он очень открыт. Он схватывает всё на лету. Он уже по-русски говорит лучше, чем папа. Потому что он очень быстро запоминает слова и вот это всё. Но так жалко, что у него нет немецкоговорящего друга. И в садике так получилось, что у него два русскоговорящих друга. И теперь приходится вот это догонять. Нам пришла посылка, пришёл Мирона шлем. Мирончик уже вырос из своего шлема. И вот мы ему взяли размер побольше. Такой шлем, если новый покупать, он стоит 50 евро. А мы нашли на Кляйненцайген и вместе с пересылкой заплатили 15 евро. Но он в очень хорошем состоянии. Нет нигде ни царапин, ничего. Абсолютно в хорошем состоянии шлем. Это мы с Олесей и с Максом катались на велосипедах. И я вот у Макса увидела такой шлем. Мне он понравился. Мне понравилось, что он полностью закрывает хорошо голову, безопасно. И заказали такой же. На обед я приготовлю цветную капусту. Нарежу её на кусочки. Я нарезала капусту на такие кусочки, где-то 2 см шириной. Теперь я обмакиваю в растительном молоке или просто в молоке. И после этого отправляю в панировку. У меня здесь мука, любимые специи, соль. И захотелось мне добавить сюда кунжутных семечек, потому что они у меня оставались. Не пропадать же добру. Теперь отправляю на разогретую сковородку и обжариваю с двух сторон. Теперь эту капусту я отправляю на полчаса в духовку запекаться. Я отварила ещё гречку, зажарила луком и грибами. Всё перемешаю. Обед мой готов. Гречневая каша такая вкусная получилась. Свежий салатик из капусты и стейк из цветной капусты. У меня ещё остались фрукты в холодильнике. Я решила сварить компот. Привет, сынок! Как твои дела, зайчик? Хорошо. Всё отлично было? Да. Мирон, а нам знаешь, что пришло? Чё? Твой новый шлем. Чё, реально? Да. Вот, смотри, Мирашик. Он тут. Это твой новый шлем! Смотри, какой он прикольный. Ещё тут светится. И тут, посмотри, с глазками. Класс, да? Как раз тебе... Блин, вот это классно! Вот он полностью голову, да, защищает? Вот это классно, реально. Тебя одеть, давай, попади. Смотри, тут даже такая мягкая штучка. Во! Вот это понимаю уже! Мирон пришёл в садик, у него такой сильный кашель. Хорошо, что я сварила кастрюлю компота, буду его отпаивать. Развесила бельё. У нас хоть и пасмурно, но так жарко на улице, очень. Сегодня Юля нас позвала в гости, но мы, наверное, с Мироном не пойдём, потому что он так сильно кашляет. Во-первых, я не хочу, чтобы он заражал кого-то, а во-вторых, ему и самому некомфортно. Мы прям не нарадуемся на новый шлем Мирона. И красивый, да, Мирон? Будь здоров! Надо документ один отнести к Витиному налоговому консультанту. Мы сейчас встретили ещё Юлю по пути. Не ту Юлю, которой мы сегодня в гости собирались, а другую. Она нам тоже про школу рассказала свой опыт. У неё дети в школу уже ходят. В общем, мы ходим и собираем всю информацию. Наша Штойербератор. Зовут её Петра Кемпер. Всё, мы всё сдали. Немножко подышали, прогулялись и пошли назад домой. Витя с Мироном сейчас поедут к бабушке, а я пойду домой. Там что-то маме надо помочь. И я побуду дома опять одна. Идеально! Неужели наступили эти времена? Мы, кстати, на улице немножко прогулялись. У Мирона кашель вообще перестал. Он не кашляет уже всё это время. Интересно, почему так быстро приходят и быстро уходят. У нас, наверное, 28 градусов. Если бы не Мирона кашель, я бы уже загорала бы на бассейне. Вы всё сделали? Тебе большой привет от моего папы и от мамы. Да я маме звонила сейчас. Как ты, сынок? Всё хорошо. Я думала, никто не будет пить компот мой, а его уже почти нет. Но я сюда даже сахар не добавляла. Он и так вкусный. У нашего папы по традиции вечер на балконе. Сезон инжира в самом разгаре. Мы такое классное кино смотрим. Французское называется «Шоу на краю света». Сейчас темно, поэтому такая картинка у них ночь. Как звёзды телевидения поехали снимать кино про это племя. Подумали, что они людоеды, теперь они убегают от них. Даже Мирону интересно смотреть. Смотрите, что нам папа принёс на ночь, глядя. Это булочки, пицца, Бродхин, и пицца. Время и пицца Маргарита. Мирон заказал, говорит, папа, я хочу пиццу, Бродхин. Папа нам привёз. Почему вечером всегда намного вкуснее, чем днём или утром? На завтрак у меня будут яблочные оладушки. Я натерла яблоко, немножко сливочного масла, добавлю муку для консистенции. И, в принципе, замешаю тесто. Оладушки у меня из домашних яблок. Остатки роскоши. Мы с Мироном их сами собирали. Всё, приготовила тесто, сформировала оладушки. И буду на среднем огне готовить до мягкости. Завтрак наш готов. Я из этих яблок уже жарила. Они супер нежные получаются, хорошо пропекаются. Важно, из какого яблока готовишь. Я оладушки немножко гречичным мёдом помазала, потому что при готовке я ничего туда не добавляла. И вот так вот идеально. Это что, вы в садике такое выучили? Пока мы носимся и переживаем, что Мирон не говорит по-немецки, он в этот момент поёт песенки на немецком языке. У нас сегодня будет весь день дождь. 20 градусов. Сегодня мы решили Мирону сделать выходной. Он не пойдёт в садик, потому что у него сильный кашель. Один день пускай дом посидит. Если завтра будет лучше, пойдёт в садик. И мы с Мироном решили сразу с утра прогуляться, поехать в Росман и в ДМ. У меня погода показывает, что только в 10 будет дождь. Сейчас в 8, начало 9, и он уже пошёл. И он только расходится, будет сильнее. Думала, что мы успеем до дождя, но нет. Дождь уже пошёл раньше. Дождливое прекрасное утро. Ура! Как хорошо иногда устраивать все такие выходные, Мирончика дома оставлять. Я думаю, это благотворно влияет на всех. И на меня, и на Мирона. Вчера вечером он уже так сильно кашлял, что просто я понимала, что он останется дома сегодня. Один день хотя бы восстановится. У него быстро это проходит. Ну, кстати, хоть Мирон и кашляет, но едет он вообще вот в хорошем таком темпе, не останавливаясь. Видно, что сил у него достаточно. Мы приехали в наш Росман. Вчера мне по купону попалась пенка для волос, либо лак для волос. Но я ни тем, ни тем не пользуюсь. Возьму пенку. Мирон сам гуляет. Где его можно еще найти? Конечно, в игрушках. Мирона выбор две машинки. Пожарная и вот такая. Смотрите, уже адвент календари появляются потихоньку. Скоро Рождество. Витя нужна новая папка для моих документов. Мы купили, что нам надо, и получили еще овсяное молоко в подарок. Мирон сразу распаковал все свои игрушки, спрятал сумочку. И мы поехали дальше. А дождик расходится все сильнее и сильнее. Мы здесь поедем. Мы велики наши поставили под крышей, и нам надо на другую сторону. И теперь мы пришли в ДМ. Давай помогу. Хочешь? Все, хватит. Так долго набиралось, ничего не набралось. У меня закончилась вот эта штучка для мытья кухни. И разрыхлитель мне нужен. У Мирона шопинг в удовольствии. Смотри, что я нашла. Какие-то динозаврики с кетчупом и с солью для детей. Интересно тебе такое? Давай мы берем. Кашечек купил, Мирон? Да, вот эти. Вот эти штучки. И напитки, да? Это что? А, это с шиповником чай. А это яблочно-грушевый сок, но он без сахара. Мирон все упаковывает. На улице мне прям страшно. Там такой дождь идет. Я сразу промокну. Ой-ой, какой на улице сильный дождь. Мне страшно. Мы получили леденцы в подарок за наши покупки. Бежим, Мирон! Бежим! Мы добрались до наших великов. И стоим смотрим, как же нам ехать сейчас под таким дождем. Дождик, дождик. Нам сейчас все время в горку. Мы немножко сократим наш путь. Дождик немножко поменьше стал. Дает нам возможность доехать до дома. Ура, мы приехали! Пойдем домой греться, сушиться. Хотели прогуляться, проснуться, позитив какой-то с утра получить. С этим заданием мы блестяще справились. Дождик нам помог. Мы зашли домой, и дождь палил еще с большей силой. Сегодня у нас Витя пошел на новую работу. Мы немножко за него переживаем. Держим кулачки, пальчики. Он, кстати, сам вообще не волнуется, потому что ему не о чем переживать. У него сейчас хорошая работа, она его полностью устраивает. Но он сказал, что он хочет сам себе бросить вызов и попробовать что-то новенькое. Посмотреть на другой работе, какие условия. И в любом случае терять ему нечего. У него есть работа постоянная. И он просто решил попробовать что-то другое. Хотя как другое? Он работает на заводе. Этот завод делает дверные замки. И он настраивает машины, на которых изготавливаются детали для вот этих дверных замков. Сегодня он пошел на другой завод, который тоже работает с металлом. Но он изготавливает металлические такие инструменты. Этому заводу уже более ста лет. Его родной старший брат тоже работает на этом заводе. Его двоюродный брат тоже работает на этом заводе. И он решил тоже попробовать устроиться на этот завод. В общем, сегодня придет. Будет более-менее понятно, что из себя представляет эта работа. Понравится она ему, не понравится. Либо он захочет поменять и туда уйти. Либо он останется на своей прежней работе. Но мы поддержим любой его выбор. Главное, чтобы ему было хорошо. Он, кстати, учился на работу с металлом. И я так понимаю, что это ему нравится. Потому что я как-то задавала ему вопрос. Вот если бы у тебя была бы возможность вообще не работать, чем бы ты занимался? Он сказал, что я бы все равно этим бы занимался. Я бы все равно ходила бы на эту работу. Потому что ему это нравится. Даже когда он дома просто отдыхает. Он смотрит эти рилсы, шорсы, видео. Как на этих металлических машинах. Что-то можно обработать. Что-то можно из этого сделать. Я так понимаю, что ему это действительно интересно. Мирон прогулялся. Почувствовал голод. Я ему тофу обжарила. Тость с авокадо нарезала на маленькие кусочки. И чесночный соус. И булочка с сыром вчерашний разогрели. За окошком дождик льет. А у нас дома тепло, уютно. И пахнет домашним хлебушком на закваске. Мирончик играет в машинке, сидит. А я решила пока погладить. Этюк достала. И у меня много вещей. Ну что за любовь? Папа наш приехал. Ура! Мирон сегодня тут сильно любви обильный. Он и меня обнимает. Ты сегодня дома из-за этого ты внимачки делаешь? Ну что, Любовь? Мне все классно. Тебе понравилось? Мне очень понравилось. Мне реально очень понравилось. В общем, Витя пришел довольный, воодушевленный. Ему все понравилось. Ему там дали задание на работе настроить две машины. Он быстро с этим справился. За 20 минут он все сделал. И теперь, если все хорошо, то они должны позвонить ему либо на этой неделе, либо на следующей. Будем ждать. В принципе, Вите очень все понравилось. Они даже к его брату там в гости сходили. В принципе, он говорит, что там чисто, хорошо, работа не пыльная. Ему это нравится. И он бы с удовольствием перешел на другой завод работать. Нагладила целый стол, друзья. Осталось все разложить и буду готовить обед. Я уже устала, друзья, пока гладила. И обед я делаю просто то, что первое в голову пришло. Обжарила помидорки черри с луком. И здесь у меня брокколи варится. А здесь пасту поставила варить. Вот такая у нас получилась паста с помидорками. Петрушку украсили базиликом и брокколи. Вас хлеб подали. Спасибо. Мы все прилегли и смотрим фильм. Называется «Карина, Карина». Такой легкий, интересный фильм семейный. Видите, позвонили с работы, его взяли. Они сказали, что ему только на следующий день позвонили, а позвонили уже в этот же день. Ура, папу взяли. Ура, папа молодец. Мы решили, что нам всем надо на свежий воздух. А на улице дождь идет. Мы взяли зонтики, все равно пойдем. Мирон полностью в защите. И в штанах непромокаемых, и в куртке, и с зонтом. У нас сегодня сильный эмоциональный день. Я еще этот фильм досмотрела и просто плакала в конце от прилива какой-то любви, чистоты и вообще добра. Так что рекомендую этот фильм. Если кто-то из правил, он старый, 1994 года. И у Вити такое эмоциональное состояние. Конечно, это на всю семью тоже передалось. Мы решили немножко пройтись. Мирон пересел на велик. Мы приехали в Лехин парк. Мы его так называем в честь Витиного брата. Потому что он тут живет недалеко. Гол! Мы одни-единственные гуляем. Больше нет таких людей. Даже в парке никого нет. С собаками даже не гуляют. Хотя обычно здесь часто гуляют. Я не гуляю. Я не гуляю. Мирон, когда на улице, он вообще не кашляет. Вот дома он опять начинает кашлять. Поменялись! Ты, главное, зонтик не забываешь держать, чтобы не намокнуть. У нас сегодня хоть и дождливая такая серая погодка, но так уютно, тепло, хорошо на душе. Побольше бы таких дней нам, и вам, и всем. А что у вас тут в кафе сегодня продается? Продается с деревенским зубом лис. Деревенский зуб из крема. А лис похож на малетинный лис. Ну, он из крема тоже. А внутри лиса есть маленький сагорядик. И еще с крючками ванильного дерева. Ванильного дерева? Да. А вы сами это хоть это пробовали? Это вкусное блюдо? У вас оно тут, наверное, на расхват? Да. А сколько стоит? Бесплатно. Бесплатно раздаете? Да. Вот это у вас доброе сердце. Кормите всех бесплатно? Да. Какие вы молодцы. Даже если проходят стрельки, мы просто им даем этот супер-малетинный лис бомбический. И они с удовольствием кушают? Да. Животных вы тоже кормите? Ну, да. И детей? Да. И взрослых? Вообще всех? Вот это у вас организация добрая. И даже диких животных. Вау! И про диких не забыли? Ну, классно. Собакам даем корм и еще мясо. Ну и правильно. Собаки любят, да? Да. А вот змеем мы даваем мясо, кровь. Вау! Они любят, да? Да. Это их любимое лакомство. Да. Вам этот рис сделать? Да, конечно, давайте. Раз уж так разрекламировали. Да. Мирон мне еще по пути что-то приготовил. Расскажи рецепт, что там. Там ванильная начинка. Зук. Зук. А что вы жуков везде пихаете? Нет. Там нету птичка. Нету зука. И там ванильная. Там еще ческа из сагаряда. Вот это да. И... 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 А ну... Угу. И... Знаете, как называется? И как же? Айфлендарь Маргаресен. Спасибо большое. Очень вкусно. У нас прошел дождик. Везде набралась чистая дождевая вода. И я пришла полить голубику. Мирон, ты же сегодня папе дал машинку с собой, да? Как талисман утром. Чтобы папе помогло. И смотри, что случилось. Настоящее волшебство, да? Папе помогло. Его взяли на работу. Спасибо, мама. Вообще супер, да, сынок? Немножко расскажу вам про наши планы. Что мы выяснили по поводу обучения Мирона немецкому языку. Сейчас мы, как я уже говорила, собираем всю информацию. Полной картины достоверной такой у нас еще нет. Но уже что-то прорисовывается. Наверное, ту школу, которую мы посетили, она 12 километров от нас находится. Мы не пойдем. Потому что, во-первых, она очень далеко. Зимой это будет не совсем комфортно добираться. Нам много времени на это будет уходить. Вторая причина, что только один раз в неделю, 40 минут или час. Я уже не помню, сколько там занятий. Но мне кажется, что этого мало. Мы решили сейчас пока остановиться на онлайн обучении. Два раза в неделю с Мироном будут заниматься немецким языком репетиторы. Один час, скорее всего, по понедельникам и по четвергам. И еще один вариант. От нас недалеко нам ответила одна женщина. У нее тоже свое обучение. Вообще-то там было написано школьников. Но она сказала, что детей пятилеток она тоже учит. Мы сходим, узнаем ее условия. Было бы здорово посещать еще и ее обучение. Потому что это находится недалеко от нас. И это не онлайн обучение, а по-настоящему в жизни, скажем так. Сегодня Витя также обзвонил все наши городские амты по поводу того, что мы думали, может быть, Мирона оставить еще на один год в садике. Потому что ему сейчас 5,5 лет. Школу он пойдет в 6,5 лет. И у меня такое ощущение, что ему еще один годик нужен. Хоть он и хорошо все соображает, но я просто вижу, что он еще ребенок, он хочет играть. И еще один годик было бы здорово оставить его в садике. Но они нам сказали, что в школе он будет проходить тест. И если он этот тест не пройдет, даже по той причине, что он, допустим, не знает немецкий язык, то, возможно, у него будет такая перспектива остаться еще на один год в садике. Но очень-очень маленькая вероятность. Также мы еще планируем в садике узнать, выйти на директора садика. И они вроде бы тоже что-то должны предоставлять. Но это не у всех, не во всех землях. И этот вариант мы просто узнаем для себя. Если нам что-то подскажут, помогут, мы будем рады. Если нет, будем двигаться своими силами. В общем, этот год посвящаем такому основательному изучению языка. Сами тоже будем включаться. Уже включаемся, уже пытаемся больше говорить на немецком, чтобы Мирону было легко, весело. Чтобы он понимал, что это все не так страшно. Но, в принципе, он и так очень открыт всему новому. Я думаю, что с этим тоже не должно быть проблем. Ну, а я уже буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого хорошего и доброго, друзья. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Спасибо за шикарную обратную связь, за то, что вы тоже включаетесь, что-то мне пишете. Одна девушка обратила мое внимание на то, что если мы будем посещать вот эти курсы, во-первых, один раз в неделю, что это очень мало. Во-вторых, что ребенок зимой часто болеет, и он не сможет посещать какие-то дни. Это получается, что даже не раз в неделю будет занятие, а раз в две недели, а то и раз в три недели. В общем, это тоже все очень предусмотрительно. Спасибо, что мне подсказываете, направляете, потому что когда ты вот в этом во всем находишься, ты можешь какие-то моменты упускать. Благодарю еще раз за вашу включенность. Для меня она действительно очень ценная. Вы свое драгоценное внимание дарите нам, нашей семье. И я от этого испытываю просто нескончаемую благодарность. У меня сразу слезы появляются в глазах, потому что это действительно очень трогает. Пусть вам ваша доброта, ваша искренность и ваша включенность обязательно вернется. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Ну, а я желаю вам всего самого хорошего и доброго. И мы обязательно увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!